Сита полностью доверяла и понимала Раму. Тогда почему она решила уйти, оставив детей? Был ли это своего рода протест против решения Рамы, это слать её в лес? Не очень удачно, когда мы пытаемся психологию обусловленной души проецировать на поведение Ситы, вечной супруги и господа Рамы, поведение Рамы, почему это Рама, повинуясь сплетням, слухам, что якобы жена его нечиста, он отправил её в лес, а Сита якобы на него обиделась, оставила своих детей, этого мудрецу в Альмике, а сама ушла. Не нужно проецировать мирское мышление, всю эту мирскую нашу психологию, все эти какие-то обиды, мести, протесты и так далее на Бога. Там всё не так. Нужно понимать, что Рама пришёл как человек, и поэтому он вёл себя как человек, будучи Бога, он вёл себя как человек. Он просто пришёл для того, чтобы показать, к чему приводят семейные привязанности. Вот и вся вот эта вот история, да, она повествует именно об этом. То есть он выступил в некой иллюстрации всех этих вещей. И поэтому это была как картинка некая. Допустим, в Ведах говорится, что в семье есть несколько врагов. Могут быть несколько врагов. Первый враг – это отец, который умирает, оставляя долги. В этом случае он врагом считается. Вторым врагом может стать сын, который бестолковый и непослушный воле отца. И третий враг – это, как ни странно, красивая жена. Потому что красивая женщина всегда привлекает внимание больше, чем одного мужчины. И как раз Сита Деви, она выступила в роли вот такой приманки своего рода, которая привлекла этого демона Равану. Её украли, и вся эта вот история Рамана стала развиваться. Вот, естественно, мы не можем Ситу в этом обвинить, но вот это как некая иллюстрация, да, что вот так всё пошло, поехало. Вот, что касается Рамачандры, то здесь, почему у него так вот семейная жизнь не сложилась, и пошла вся эта цепная реакция, что Иситу украли, потом он сам вынужден был её сослать в лес и так далее, и потом она тоже ушла, не дождалась взросления своих детей. То есть, это всё не от какого-то там несовершенства Рамы или Иситы. Вот, а за этим всем стоит определённая история. То есть, однажды великий мудрец Нарада Муни, который мы знаем, он брахмачарь, то есть, такой неженатый проповедник, свободный как ветер, везде проповедует, он однажды решил жениться. Вот, и уже всё, свадьба на мази, значит, всё уже готово. И, а Господу Вишну это очень всё не понравилось. Вот, и поэтому он свадьбу Нарады расстроил достаточно специфическим образом. Вот, значит, когда невеста обычно заходит, когда там у неё голова или лицо покрыто тем самым, как она, с Сари, да, вот этим платком, так он сверху, то есть, он не видит, она не видит жениха, он не видит её, и он должен, значит, этот вот платок, это Сари с её головой поднять, да, чтобы он увидел её, она увидела его. Вот, и в это время Господь Вишну так решил вмешаться, он исказил лицо Нарады, как бы как обезьянья голова у него была. Вот, и когда он поднял, он-то этого не видел, он поднял платок с головы своей невесты, место увидело, что у её мужа будущего вообще обезьянья морда, да. Она так ужаснулась, всё, нет, 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 отбой, значит, никакой свадьбы не будет. Короче, свадьба была расстроена. Вот, и Нарада прогневался на Господа Вишну, на своего господина, заметьте, такое тоже иногда бывает, вот, и проклял его. То есть, Нарада наложил проклятие Брахмана на своего господина, и поэтому Вишну пришёл в форме рамы, для того, чтобы реализовать вот это вот проклятие Брахмана. А это проклятие было в том, что раз ты расстроил мою семейную жизнь, значит, у тебя семейная жизнь не сложится, да. Но мы знаем, что у Господа Вишну, у него семейная жизнь всё хорошо, у него вечная супруга, Лакшми Деви, но в материальном мире нужно было реализовать это проклятие Брахмана, вот, и поэтому в астрологии, в джотишке, да, изучают там гороскопы ситы, гороскопы, вернее, рамы и Кришны. То есть, это не то, что они не под влиянием гороскопа, но эти гороскопы помогают им реализовать их лилы, игры божественные. Вот, но, тем не менее, так, если вот частные случаи взять, то в гороскопе рамы есть вот это проклятие Брахмана на расстройство семейной жизни. Вот так эти вещи нужны. Это просто план Бога, это его божественные лилы, а не надо искать там какого-то несовершенства у рамы или у ситы. Так запланировано. Поэтому так произошло. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok